Возможно, который будет подкреплено станами Тускара, и Бруда вот купит как раз-таки эти бафы, которыми защитит этого гирокоптера с Тускаром. И появляется Лайкан. Ничего неожиданного. Странно, кстати, что в бане бестмастер, а Ликана нет. Возможно, хотят чем-то уничтожить Ликана и зафорсили Фелд, пикнуть именно его. Вот прям чувство такое есть, что вот как раз-таки Фейду, ну прям, я не знаю, вот прям отдали специально Ликана, а не бестмастера. Вот для чего-то. Интересно, что придумали ТСМ. Ну, это такой Майндгеймс уже довольно серьезный, если действительно так работало. Просто нагу банят, ну, нагу просто так банить никто не будет. То есть обычно нага банится, когда Ликан, когда Бруда, ну, а там дальше, если можно так разобраться, Визаж и так далее. Просто Террор Блейд. Скорее всего, с просто Тускаром будут, наверное, пытаться уничтожить линию, а гирокоптер пойдет с Брудой. И ласт пик на ласт пик у нас будут мидеры. Ну что, Эмбер будет точно в бане, Инвокер будет какой-нибудь в бане. Что у нас еще там осталось? Еще плюс надо против Террор Блейда. Зевс будет в бане сверху. От ТСМ будет Зевс в бане. От ребят из Фелд будет Лишрак в бане. А против Сларка типа прикрыли. Ну, все, раскидал уже, даже баны смотреть неинтересно. Не, ну почему неинтересно? Слушай, ну, ребят, может быть другое мнение. Так-то просто понятно, что чего боится Террор Блейд, чего боится Бруда. То есть, может быть, даже им стоит и Зевса, и Эмбера забанить, кто знает. То есть, тоже, опять же, кидс. Ну, не то, чтобы прям жестко ограниченный полгероев, что вот только, там, условно, Эмбер Пангалер и все. Ну, то есть, это неправда, да? Вот Девса банят, это все ясно. И что-то еще появится в бане. Ну, я думаю, что Фелд хотят забрать Эмбера, но им просто не должны этого дать. Потому что Эмбер, это еще контестер на Бруду. То есть, ну, прям, ну, если что, Дезраптор пришел, вернул, фисты нажались. То есть, там можно и убить, то есть, скаутер есть. Ага, можно и убить, или просто задефать паучков. Этого достаточно будет. А Сларк как раз-таки побежит, условно, прессинговать. Ну, даже если вдруг уже Бруда выгонит его прессинговать сверху. На самом деле, дефать пауков можно и тем же Войт Спиритом и так далее. Ну, суперограниченный ресурс Войт Спирита. Один раз ошибся, и... Один раз ошибся, и ты ошибся, я бы так сказал. Потому что там ты Войт Спирит и делаешь прыжок вперед. Даешь... Ну, кстати, почти все баны, про которые я и говорил, но вот такой вот Шторм появился. Ну, учитывая, что просто 0 станов от СМ, возможно, поэтому все-таки и подбанили Шторма. Но должен появляться Эмбер. Не иначе. А кем он отвечает на этого возможного Эмбера? Вот он и появляется. СФ... СФ, Хускар... Некрофос. Ну, только это просто не те самые герои Брайла, которых, наверное, можно подумать. Не знаю, Брайл может и на Тинкере каком-нибудь, наверное, съездить. Хотя, не самая, наверное, лучшая игра для Тинкера. А Тинкер может какой, нет? Ну, 50 на 50 постоять может. Может. Тинни может постоять любой матчап. Просто здесь на Тинни Мирану, скорее всего, не убьешь. Тларка. Не факт, что убьешь. Но хотя все равно стартер приличный. Но, опять же, все ребята, именно из тех, с кем я общался, из профессоров, да, то есть Эмбера и Тинни, первого, там, второго дивизиона нашего региона, говорили о том, что все-таки Эмбер, это 60 на 40 все-таки против Тинни. Но, опять же, Тинни, вот видели, Дэнди, да, стоял нормально на Тинни. Может быть, и Тинни. Может быть. А может Тускара отправить? Но, опять же, для Тускара еще хуже по информации матчап. Вот. Именно вот если... Ну, ладно, давай так. С Тинни 55 на 45 в пользу Эмбера, а с Тускаром 60 на 40. Вот так. В пользу Эмбера. Ну, то есть этот герой ничего не делает? Ну, тут еще скилл непосредственно игроков. Да, я думаю, Брайл может сказать... Брайл может сказать, слушайте, доберите под Террублэда, кого хотите. Можете Марси взять, можете кого угодно взять, а я на Тускаре пойду. Ну, покажу вам, что никакие тут 60 на 40 и не пахнет, потому что я, это я, а... А они, это не я. А они, это не я. А уф. Ну, кстати, ТСМ долго довольно думает, но, с другой стороны, куда им торопиться? Они полностью видят драфт оппонента и вот берут себе Хускара. Ну, короче, во все тяжкие. Во все тяжкие, ребята, погнали. Если у Хускара будет идеальная линия, Китс никак не обыграет этот момент. Ну, я называл, что Хускар, да, то есть мог появиться. Если Китс никак не обыграет этот момент, это может быть катка, если что, за, не знаю, минут 18-20. А Хускар будет быстро разфармиться. Рошан здесь фришный, 2 бафа от Бруды его ждет. Тускар сейвит от какого-то берста условно там. Ну, конечно же, в статике Дизраптора шансов 0, но статик не вечный. Ну, отдаю Хускар, в принципе, с Аегисом, скорее всего, будет. Ну, и в этом он, пятерка Гирокоптер, но я надеюсь, что они пойдут по разным линиям. В этом он пойдет с Касаной, а Ари пойдет, в свою очередь, с Тимада, потому что так линии будут выглядеть более гармоничными. Да, в целом, мне кажется, под формой Террор Блейда так Тим, и там, кто бы не попался, очень больно будет. Просто Ликан именно боится вот этого бёрст-дэмэджа от того места, где крипы стакнулись, да, типа начали драться друг с другом, и до того места, где находится зона поражения вышки, понимаешь? Вот до того момента, если его могут убить, то всё. Ну, то есть, то Ликану нужно всё время шкериться, ломать линии, стараться что-то убегать, а у него два суппорта рейнджа, ему надо, скорее всего, будет отправлять волков, а то Скарту это может аутплейнуть. И вот посмотрим, скажем так, ТСМ обыграет этот момент или нет, учитывая, что они всё-таки лидеры группы без поражений. Да, по-моему, они там только пару карт отдали, если я всё правильно помню. Сейчас посмотрим, да, 10-2 они идут. Wild Card и Shopify Rebellion. Вроде. Да-да-да, так и есть. Ну, то, что Wild Card они, конечно, отдали одно, это довольно забавно, с учётом того, что Wild Card уже вылетели из этого дивизиона. Ну, стратегия с Форионом и Морфом сработала, всё-таки знал Alone, на что шёл. Ну, и я вар, в принципе, на Форионе сыграл довольно неплохо и заслужили в одну победку. Потенциал всё-таки какой-то был, не вышло, ничего не получилось. Но карту отжали и показали, что всё-таки что-то могут. Так, ну что ж, начинается у нас игра, желают друг другу, команды, хорошие игры, удачи. Эмберс ботинком, эмберс ботинком. Выбросил его. А, эта курица, наверное, заберёт его, всё, это он для Варда. Эта курица заберёт и продаст, продаст ботинок, всё. Я понял, в чём суть. Ну, сейчас там же стартовые 30 секунд даёт. Да, да. И поэтому вот он там решил схитрить с таким. Кстати, на условных на четвёрках можно вообще добегать спокойно, ставить Варда, уходить обратно и успевать продаваться. Мирана, ревил, ракета. Ну что, будет с липой качать? Да, качнул липой. И ферсблада не будет, но Мирана с липами. Так, давай кэфчики посмотрим, наверное. ТСМ 1 на 1, 6 на фэлт, на первую карту от Бэтбум. Как тебе такие коэффициенты? Ну, справедливые, получается. Если в прошлой игре против псевдо-фаворитов ребята играли из Shopify Rebellion, да, то есть, ну, нет, понятно, что они фавориты более, чем Nouns. Фавориты, фавориты поменее, чем фавориты, пипец, маленькие. Да, 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 там вот супер-маленькие фавориты такие получились, вот. И был коэффициент 4,2 под конец, изначально был 3,3. А это значит, что, ну, 6 это справедливо в этой игре, и то, может быть, если не 7,5. Так, ну что ж, будет битва за руну здесь. Много людей, но Мирану за руну не боятся особо. О-о-о-о-о-о, Брайл четверых растолкал Иннерфайром. Еще снова пол на Жалари, чтобы задолжить нападение на себя, и... Неплохо, неплохо. Ну, это 3 руны для ТСМ. Да, 3 руны для ТСМ, четвертый валяется, пока ее никто не забирает, но должны будет кто-то о них вспомнить, очевидно. А, может и нет, кто знает, смотри, они сейчас туда уже не пойдут. Кстати, Сларк встречает, это вот самая лучшая схема от Сларка, вот ему нужно встречать Брудусту с Каром, да. Но и качаться тоже надо идти, и поэтому все-таки отступают. Стоять здесь не получится долго. Крипочка одного потерял, не успел зафармить. Да, потерял. Еще сейчас, кстати, если что, если на Бруду нападет у нас Сларк, чуть-чуть наоборот хотелось бы, но и так тоже неплохо. Хотелось бы, чтобы к Сларку наоборот Глимса нули, а не от него подальше. Но качать с Крипов здесь не получится. Вот Глимс зря потратил сейчас Альбина Зебра, он мог вернуть Тускара сейчас, под которой пытается пулить пачку. Ну там у Тускара шар. Ну сноу-бол на Крипов, да, 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 сноу-бол на Крипов, так, Рынжа вытянуть, хорошо, Альбина Зебра сейчас четко сыграно. Ну хотя бы Рынжа не отдал, уже, уже приятно. Да, и сейчас, учитывая, что Рынжа у этого Крипа не будет, Сларк может спокойно между товарами запулить, ну, закинуть пачку и спокойно ее качать. Или посмотрит, или разбивает у нас Бруда. А, нет, развела 3 в 3. А, все, потянул, увидел, что Крипа одного выпускают, и обыграл этот момент Хитон Мон. Ну хорошо, хорошо, на сладке, неплохо сейчас было. Даже ради одного Крипочка так постарался, так, изратор глимсует у нас Ари. Сколько, конечно, вот сейчас изощрений, вот с этим выводом Крипов туда-обратно? То есть, так, из-за каждого Крипчика, видишь, борются, да, то есть и так выпалят, и так вытянуты тут, и этак. Ну, да, действительно, это выглядит, это выглядит, ну, в любом, в любом случае, это выглядит так, что ребята готовы к любому действию и пытаются на них отвечать. И, знаете, чем больше ошибок ты допускаешь, тем меньше Крипов ты фармишь. Ну и вначале, да, пытаются максимальное количество Крипчика у себя заварить, потому что большинству Керри персонажей крайне важен старт. То есть, редко только бывает, что вообще без разницы, как ты начнешь, дальше камбекнешь. То есть, таких персонажей не супер много. Правда, Китс, если что, только что, ну, он уже, у него уже огромные проблемы, и сейчас легче не станет, он, он, он купил, все-таки в итоге купил себе ботинок. Сейчас он никак не может противостоять Брайлу, у Брайла в каждый спелл вкачан единичку, сейчас качает, жмет щит в два у нас Эмбер, но сейчас уже этот щит должен свалиться под седьмым стаком. Очень, ну, знаешь, как это, предугадываю, очень-очень грустную игру у Эмбера, потому что кроме ботинка у него сейчас 3 Тангуса приехала, ему просто остается паригенится, а Хускар балансирует линию таким образом, что пробежать, да, допустим, там, через, ну, какие-то леса и своровать пачку, да, между Т1 и Т2, как это делают против Хускаров, у него не получается. И уже не получится, с таким количеством ХП ты только, ну, только себя в таверну можешь украсть. Ну да, и просто гоняет, брат, своего оппонента, не дает ему подходить к крипам, даже фистами особо не достать, чтобы дофармить что-то себе. Нужно звать сюда тиммейта как-то, или как в такой ситуации? Все? Нет-нет-нет, просто все. А все-все, а раньше надо было. Все? То есть все, все, что надо было сделать? Ну, не коголеваем, но у Эмбера ноль шансов стоять на миде, ну, просто ноль. Так я говорю, можно ли с этим что-то сделать? Нет, нельзя, нет-нельзя, нет-нет-нельзя, это не поможет, потому что она такая... В такой стадии игры Хускар бьет двоих героев, которые придут. То есть он убьет и одного, и второго. Единственное, что можно, это помочь с катапультой, да, когда на пятом минуте выскочит катапульта, можно помочь, ну, как-то от Хускара отбиться, да, вывести эту катапульту на пятой минуте, да, прийти на суппорте, там, вытянуть эту катапульту и позволить, ну, хотя бы не падать таверу. Ну, вот еще Фласку привез себе после Тангусов на Эмбере, пытается как-то выдержать прессинг от Брайла, но Брайл непреклонен, скажем так, заставляет тратить тебе кучу ресурсов, которые тебе выбьют, потом, ну, буквально вот час огонь в три будет. Вот огонь, кстати, Брайл в три взял, а это значит, что это будет жесткая душилова просто. Каждый стак огня просто будет нереально нагревать, скажем так, китза, состояние кипения и кипение его age-поинтов. В боте, в боте или контроп стоит, ну, пока сносно, дела у него не очень хорошо, хуже только у Эмбер Эмбер, кстати, по-моему, решил там, вот, кстати, а ты говоришь, не работает, а ты говоришь, не работает, вот, пришла Амирана, сделали фрайл. Не, ну, Брайл передавил сейчас, Мирана пришла, потому что Брайл передавил, вот, Брайл, если бы пассивно стоял и качался, не давал бы ни одного вот этого крипочка просто Эмберу, он побежал по тавр, я понял. Да, действительно, килл можно сделать, когда ошибется оппонент, но просто вот если два в один поставить Мирану против, Мирану с Эмбером против Кускара, не по таврам, он их порежет двоих. Ну, вот, ну, просто загулял. Так, здесь у нас Ликантропа пытается подбивать. Ой, сколько ТП Эмбер? Под формой, там Дизраптора минус, Эмбер тоже здесь, но он пятый левел. Хотя, с другой стороны, Терблэйд без формы тоже. Подвязать его, наверное, не получится сейчас, но добирают, хорошее смещение. Опять же, когда тебе нечего делать на своей линии, то пойти формануть чужую, да еще и фрактом сделать за милую душу. Только единственное, что, возможно, Терблэйд мог выжить. У него было 8 стиков, так-то это, в принципе, 102, ну, не много, не мало, 120 здоровья. Фиста он там точно переживал и мог затянуть еще подальше. Возможно, бы Гирокоптер каким-то образом мог его помочь подстопать Эмбера, вот, и так далее. Кстати, если что, стопать Эмбера была хорошая идея. И вот я подумал, почему Айтмон до этого не, как-то не, не догрузил немножко. Кстати, и да, Гирокоптер все-таки в Азелине стоит. Я помню, помнишь, мы обсуждали, да, Тускар Гирокоптер. Гирокоптер все-таки пошел в Азелине, и стоят они не так идеально, как могли бы, хотя 3000 Нетворца у Терблэйда. Сейчас Хитмимон может пострадать. Шарды. Очень страдает. Минус, да. Ну, не было вижена на этого таска, а прогрели довольно сильно Бордмазер. Видимо, решили, что тас где-то далеко. А он, вот он. И если сейчас прям сильно заиграть. Так, Номиран у нас нападение от Вайтмона. Будет ли еще прожарочка? Да, это просто 100 лакил. Так, от Китса пытается убежать. Надо согреться на себя, наверное, крипа. А нет, не надо согреться на себя крипов. Забудь об этом, от Мон. Надо просто бежать. Так, Китс здесь и с этой стороны, и с той стороны у него второй щит. Нет, 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 ты не убьешь, Китс. Выходи. Так вот, ладно, рабангую, что сейчас будет? Рассказываю. Борда апнет шестой левел раньше Сларка. Не умрет. Обыграет этого Сларка. И когда вызовет паучков, отсюда убежит Сларк. С мидо убежит Эмбер. И куда все придут? В Питерном на Терноблейда? Ну, короче, здесь очень-очень тяжелая уже игра намечается у ребят из Филд. Не по скилу сейчас. Просто вот уже с линии просто тяжело. Даже если бы играли против равного себе оппонента. Ну, а на линиях пока что у нас Эликантроп. У него появится в скором времени Доминатор. С ним можно будет как-то попробовать поиграть. Но в целом, конечно, действительно тяжеловато. Мы видим, что Хускар уже только с армлетом, на самом деле, может пойти Рошан там попушить, если захочет. Ну, либо литься людей на другие линии. Либо вышку здесь попробовать задавить для начала и так далее. То есть вариантов развития для Хускар довольно много. Хитон Мун в топе. Смотри, там Глимс. Ой-ой-ой, как доджет. А, Арин почти задоджил Глимс сейчас с сноуболом своим. По Хитон Муну. Хитон Муну еще можно догнать. У него нет прыжочка, сейчас пробивается. Хитон Мунчик. Так, ну что там еще по КП-шке? Ой-ой-ой, как же грызет бруду в ответ? Как же грызет? Просто грызун жесткий. Тангосик дают. Но Брудаев, Брадофлюсе, вроде, после любых таких разминок. Потому что... Одновременно с этим мы видим, что гирокоптер сюда перемещается. Но как раз, возможно, готовят нападение и на героя, и на вышку. В том числе с Мираной, наверное, не справится у НДО и Трилипа. Там шансов нет. Руну все контролят ТСМ. Мирана, кстати, да, по поводу того, что сместится в МИ, да. То есть Мирана же еще под пятую стягивалась, наверное, чтобы катапульту убить. Потому что у нее очень хороший потенциал убийства Каты. Стрела. Хускар может, конечно, прикрыть, но так можно и доприкрываться. Поэтому нужен армлет, просто и здесь умереть будет почти нереально от Брайла. Хотя у Китса четвертый есть Фисты, и все в порядке. Ну, как в порядке? Несмотря на то, что у него 2000 Нетворца, то все в порядке. Да, Нетворца проигрывает довольно значимо. Но с другой стороны, против Хускара крайне небольшое количество героев вообще стоит на равных. Деверный есть. Есть, 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 которые даже его могут обыграть в виде вайпера. Вот, Деспрофит неплохо стоит. Хотя сказать, что прям уничтожает нельзя. Ну нет, ну стоит очень хорошо, точно. Героев можно найти. Зевс нормально стоит. Тоже не уничтожает, но стоит СФ хорошо стоит. В центре. Трайл напрягают. Думают, что попытаются как-то отжать время, но это почти невозможно. Сларк пятый левел смотрит на бруду шестую с огромным количеством пауков. Уже надо звать сюда Эмбера. Так, Эмбера, на свою очередь, напрягает вайтом Мона. Или кто кого тут еще непонятно. Так, Кит. Закатываются на Дезраптора. Альбина Зебра тебя пробивает сзади. Подумай, может быть, Глим все-таки Ари надо нажать. Нет? Да? Непонятно. Да, все-таки Глимсу, это Насари. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй, закрыл еще здесь. Куда бежим? Если он погибнет, сейчас будет, конечно, суперзабавно. Я не понял. Ну, не понял, куда ему деваться. Ну, с одной стороны, там, Кускар, с другой стороны, таск, видимо, принял решение, что таск менее страшный. А, ну, понял. Все верно, менее страшно. Не, ну, вообще, да, можно было пройти по рядом справа от Рошана, но, допустим, да, ладно. Ну, слушай, оптимизация маршрута, сейчас навигаторы плохо работают, поэтому, ну, как сделал, так сделал. Зато хорошо работает, стопроцентный бонус на первый депозит от Бэтбум. Можно его получить, пройдя под трансляцию клацнув на баннер и, собственно, зарегистрировавшись по формокоду DPC, так что пользуйтесь. Так, у нас Мирана в Инвизии, ее тут встретили и отправили во Свояси. Выходи отсюда, злая Мирана, никаких крипов тебе не будет. Но, все-таки, Ликану вышку уступили, это все понятно. ТБ, 5500 на Творце, говорит, слушай, так а зачем мне впрягаться с этой вышкой, если... Ну, сломайте, немножко сужение карты произведите, и я еще больше качаться буду. Никаких проблем не будет, эта вышка, там, бля, не сильно важная. За нее только если деньги зарабатывать. Пускай в это время подфармил небольшие стаки иншентов. Бруда на топе продолжает чувствовать себя довольно фривольно. Сейчас, вот, правда, подходит сюда Эмбер, начинает выедать пауков по чуть-чуть полигоне. Смешная, да, механика? Я сейчас так на львино-зебро нападение, ничего смешного пока что не предвидится для него. Но пауков все-таки у нас Мирана вместе с Систомой Эмбера убивают. Вот, ну и, как я и говорил, да, Эмбер должен был появиться, Эмбер должен был встать в груду, но только не таким маленьким, да, и не такой маленький Сларк должен был выйти, потому что сейчас и Сларком не сыграть, и Эмбером не сыграть. Ну и хорошо все только, как хорошо, среднее, среднее такое прожарочки. Ликанчик, вот, и непонятно просто куда он приведет, с кем играть, просто Ликан требует с кем-то играть. И вот он нажимает форму, кстати, и выезжает в мид на Кускар, я так понимаю, попытается как-то Кускар убить или нет. Все-таки набегает у нас на суппортов, так, и поэтому он просто ТП делает? Да. Перед носом у него. Это Ари Сноболт? Не успел нажать. Да, да. Не успел нажать Сноболт в скелетика, если бы нажал, просто по-быстренькому. Ну, немножко растерялся, возможно, но это размен ничто по сравнению с тем, как фармать сейчас команда ТСМ. Пытаются забрать один. То они, ты один, наверное, не заберут, там, фуловая почти вышка, героев они туда не отправили никаких. Инвест Мираны. Чтобы просто своего прочекать руну на миде, судя по всему. Хасту забирает у нас Альбина Зебра, не дают у нас ни одной руны. Ну, стараются не дать руны Брайлу, но суть не в этом. Главное, что рун нет у Эмбера. Потому что Брайлу эти руны, ну, постольку, поскольку. Так, Миронос из Уиза появляется. Брайлу немножко проспамило. И урну, кстати, на него тоже кинуло, но Брайл пока что живет. Так, ну все, сейчас можно будет убить Альбина Зебра, блимсует сейчас Брайла. Брайл, так, можно армит переюзать. Переюзает Ли. Брайл. Ну, размен один в один, но, конечно, такой размен все равно в пользу команды Дайр, очевидно. Да, вот что-то, правда, Ликонтропа, съели. Тиррубайт выходит на линию, покупайте Аманту на 12-й минуте, говорит, слушай, на Ликане. Вот дальше вот этой условной полосочке, там, где пулят крипов Радиант в начале игры. Пройдешь, я тебе объясню, ну, типа, где раки зимуют, вот, и волки тоже. И поэтому все получается. Ну, хорошо. Плюс келочек. Ну, играет под большим, то есть суппорты играют под большим героем. А большой герой, конечно, как на удивление, еще является и Корти Рублайт. И видите сейчас, как Мирана прилетела просто подскипнуть пачкой, значит, можно зайти в двоечку. В огрызочек. Эмбер Спирит туда тоже, правда, заходит. Как бы ему сейчас не рассказали, что он максимально неправ. Вынужден выкатываться на Римнант. Но здесь Брайл его уже ожидает. Ожидаем. А, привет. Да, минус Кускар. Дизраптора также нашли. Дизейблот на Дизраптора, правда, наверное, больше нет. Здесь окаживается также и Бруда тоже пробивает Ликантропа. Дизраптор тем временем практически погиб. Уже Ликантропа остановили, уничтожили, отправили в таверну. Альбина Зебра под агрессией находится. Пытается выкатиться, но лишь в таверну тоже отпускают. Три к одному. Минус вышка. ТСМ просто такие, так, слушай, ну, Ари. Ну, Тимада говорит, слушай, ну, Ари. Ты тебе какой, с Кактусом или с Манго Торнадо Энерджи? Ну и, короче, разобрались, поделились, и видно просто нереальное прыть. 14-ая минута, 7 тысяч. Я думал, здесь будут какие-то тесты. Здесь будет какая-то расслабуха от ТСМ. А тут просто беспощадный. Тим Соломит. Паузу поставили. Нормально. Отдыхаем, так сказать. Кстати, да, как раз после того, что я рассказал по поводу Энерджи. Да, решили немножко преисполнить, так сказать. Да, я думаю, что они просто дали немножко подышать филд, потому что им нужна помощь. Мне кажется, что вот эта пауза, знаешь, вот такая для оппонента. Типа, 10 секунд передохнуть, подумать. Типа, ну, что вы с нами будете делать, ребят? Но пишет Лакс. Специально, чтобы оппоненты не поняли всей замысловатости этой схемы. И у Эмбера просто ничего нет. 4400. Так, а что у него могло появиться с такой игры? Вообще ничего. Когда он купил ботинок, он себе просто... Он, понимаешь, просто что он, ну... До третьего левла, Хускар, это не самый страшный герой в Доте 2. И вот именно что до третьего левла можно было купить себе боттл, пережить, купить, ну, там можно было щит в 2 взять, пропушить парочку пачек, перерегениться, и потом после этого, так, на Эмбера у нас нападение, я так понимаю, не, ракет он не словил, он просто словил Тускара. Я думаю, что он просто нажмет бэк, и все, ремнант. О, Мирана. Мирану еще догонит у нас. Так, догонит или нет, Касана? Догоняет, потому что... А Сентрик еще один стоял? Нет, еще одного Сентри не было, не успела выныслить. Не успела выныслить, да. Кстати, Эмбер, а у него ремнант вообще есть? Нет, у Эмбера стоит один ремнант под вышкой. Ну-ка, какой самый страшный герой в 2-3 левела? До 3-го левела? Да. Undying. Undying сильный герой. Ну, то есть я не про Мид сейчас говорю. На Миди Сэф очень сильный герой на первом левле. Просто самый страшнейший, наверное, который может быть. Если профессор на Сэфе, который накидывает сначала тебе условно, ну или ближний, если можно, или средний Коэл, или наоборот начинает с дальнего, понимая, что ты всегда стоишь на ренже среднего, то он тебе спокойно может 4 штуки настакать. А это значит, тебе в пачку просто нельзя заходить. Ни на одном милишнике просто не подойдешь. А вот Кускар, он просто, он огнем не варит, не жарит тебя до 3-го лова. Там вообще очень маленький урон. Ну, 5-0 или сколько там? Ну, 5-10-15. Очень грустно, очень грустно. Как у Вайпера примерно на первом. Вайпер тоже на первом очень слабый тип. Так, нападение у вас на Тимада. Тимада может ли успеть нажать манту и нажать Сандер? Домой. Так, домой 10 тысяч на Творца Тиро Блэд, если что, на ровном месте. Если что, перелил тысячу почти на Творца команде. Там Хускар просто занят делами. Ну, да, эти у нас соло хитеры Рошанчика. Знают то толк в этом деле. Еще дается дизарм, но Брайл торопится. Главное, сейчас башни получить случайно при спешке. Но забирают у него еще герокоптеры в миде из-под носа. Но он уже забрал Аегис. Мне кажется, можно было бы намного безопаснее обыграть это все. Но все качались, короче. А Тиро Блэд уже прям обнаглел. Ну, он супер глубоко находился тут. Правда. Да. Как Морф говорит, кто-то зашел слишком глубоко. Это вот как раз про эту ситуацию. Непонятно просто, как использовать герокоптеры. Ну, вот, без ошибок ТСМ. Ну, знаешь, таких критических, как только что было, к примеру, от ТБ. Но ведь он просто бы фармил свой лес, которого за спиной, если что, 6 кемпов было. Да, то есть, ну, 5 кемпов стояло, которые были, ну, уже резнулись. Вот. Но решил он отжать еще больше, будучи соло на вражеской двойке. И поэтому умер. Но на ровном месте я не знаю, как здесь просто, ну, 5 на 5 или даже 3 на 5 играть против ТСМ, если туда придут 2 коры и даже 1 супорт. Как их убивать, неясно. Пока что загадкой остается. Пруда еще довольно такая, во-первых, она и наглая, и денег у нее много тоже. И, в общем, ну, супер тяжело. Мы видим, что тут отваливается Мирана просто от одного с пыла. Залетает уже под Т3, минусует Дизраптора. Мирана тоже довольно глубоко находится. Но стоять ей просто АФК, потому что, покажешься, вынесут. Тут еще, кстати, играет роль Хауль, да, который уже в 2 прокачен. Снижение урона от атак это важно прям. Потому что вот, ну, паучки чуть меньше бьют. И вот видно было, что вот Дизраптор должен был прям вообще быстро взорваться, скажем так, от нападения. Но не взорвался, потому что и у Хускара дебафчик висел, и у Вруды, и у Паучков Вруды висел дебаф. Они загораются таким желтеньким цветом. От бафа, прикольно. Хотят немножко потянуть время здесь Фелд, но понятное дело, что даже этот глиф не оттянет снос вышки с этого захода. Опять же, с Хускаром драться ты сейчас абсолютно не хочешь в ближайшие 3 минуты, потому что у него еще Аега. А помимо этого, у Хускара появилась уже Алибарда. Помимо Алибарда там уже на пути становления Аганин. В общем, тяжело. Вещи только что мог потерять, кстати, свои Брайл, но там были всего лишь перчатки, его просто берстят. А это уже неплохое начало, стрела. Не по таймингу. Не сегодня. Не по таймингу стрела. Оглушение, кстати, по Эмберспириту довольно длительно Эмбер, но получал. Возвращается, глимсует тут, по-моему, Бруду. Но очень много дэмэджа по Дизраптору влетает. Брайл, полетит ли дальше? Ну, он даже без полета справился с Дизраптором. Я думаю, что просто все дело было в Варде, который сзади стоит в Фелд, и они понимают каждого героя, где кто как находится. Вот, и поэтому, пускай даже сейчас находится под этим вардом. Ребята не прочитали его. В центре так стоят, что до него не достать было. Хотя тремя центрями можно почти все дефолтные варды. И он сел сбить, пыли. Было. Но они решились. Опи, хитермун. Но он без телепорта. Он без телепорта, он только что сюда протовался, и поэтому шансов у него, я то, чтобы выйти отсюда, примерно никаких. Сразу так. Приятная тычка, да, вот уже блэд, и становится соскади прям. Не знаю. Кажется, что он в три раза сильнее становится, знаешь, как в Тавр Дефенсив каких-то. Прям становится такой жестким, жестким тавером, который отпушивает крипов. Ну и еще сладко. В центре. Пускай орают. Подвесил он. Полетел на одного. Зажарил второго. Ну и... Ну вот на один такой моментик, да, не осталось. Ну что ты говоришь? Ну на Хаскар так лучше не нападать. Сейчас поиграем. Я согласен. Только можно было его все-таки заберстить. То есть если в Веселе продержать его в контроле, да, то он реально не успеет регениться. Так, на Фейд у нас нападение надо быстро было делать тп-аут, но уже без вариантов. Нападать на него еще и тускар, кстати. Он здесь дерется с двумя суппортами, подходит только кускар. И вот сейчас тп-аут. Неужели Фейд... Слушай, ну очень на тонкого, но был шанс, вот знаешь, такой мизерный, что он сейчас еще и суппорта заберет, и еще и обыграет. Ну 14 тысяч преимущество, тем временем ТСМ. Я думаю, что даже без Рошана можно жесткий прессинг оказывать, фармить рядом с оппонентами и заставлять их идти в тебя. Ну вот это вот единственный вардик, да, который стоит вот этот вот на двоечке. Причем на котором, кстати, до этого момента убили прям вот тогда Террор Блейда, а потом вот вы убили Хускару Аегис. Нет, ребят, представления, видимо, что там есть вард. Ну, слушай, хорошая точка. Вот сейчас Брайл, кстати, если что. Только что показался с маленьким количеством ХП на этом варде, может быть, сейчас его можно было бы убить, но все из команды Фелд застряли в топе. Хороший вард. Ну, Хускар только если как-то стрелу в него запустить, там, под фисты, под что угодно, пока нету БКБ-хи. Потому что потом появится БКБ, уже так не прокатит. Нет, ну чего, глянь, дезераптор мог бы его вернуть в калитку и ульт, это 100%. Тут главное просто продлить, да, это все в дело и под Веселом. Кстати, Веселов 0 заряда, сейчас у Мирана, Мирана будет как-то искать, но, походу, нечего уже искать. Ари тут закатывается на Мирана, Мирана будет подкидывать. Так еще, возможно, шарды, шарды, как-то мало задамажили. Но плевок добил окончательно. Хитон Мун, тэп аут на базу. Да, тяжело играть против фаворитов, когда ты... Когда ты фэлт, получается, да. Тут по-другому никак не сказать. Ну, я хотел сказать, что ты в нижней части турнирной таблицы, а уже все закончилось почти, и тут последние матчи мы наблюдаем. И вот такое давление от ТСМ. Знаешь, возможно, сами фэлт думали, ну ТСМ, ну давайте там попробуйте, там что-нибудь новое, тест. Ну, возможно, типа, считай, футскара не считают тестом, но это такой уничтожительный тест, что... Мама родная. Да, и Тер-3 падает. Тер-3 падает. Как-то... Помешать этому фэлт, по большому счету, не могут. В Респакт еще и грифсы, у Касаны, баф на Террор Блейд. Вот Террор Блейд, это три сотни атаки просто в метаморфозе, и это минус сторона 100%. Не знаю, как еще тут сказать. А, и, кстати, да, агронимный у нас... Агронимный ультимейт от Брайла, который не позволяет дизраптору только что поставить калитку прям под себя, если бы у него был... Ну, у него была возможность это сделать. Но не вышло, и уже вторая сторона падает. Так, ребята, из команды Филт, возможно, какой-то ответ. Так, Брайл у нас залетел просто под фонтан, и он просто хочет умереть. Так, ну, грифсы тут оставили специально для него, и Мирана убивают. Убивают. Вот всегда кажется, что Кускаро легко убить. Но... Это как с морфом. Что вот в морфом вроде хпп ничего. Он там еще вот перекачан, да, и... Хоть 200 хп. Потом раз-раз-раз, и все. И вторая сторона падает, остается еще одна, но там есть т2, и поэтому вот рисует у нас в этом он, что давайте-ка зайдем аккуратненько. И действительно пойдут аккуратненько. Брайл тут машет пятюненькой. Говорит, ну давайте, подойдите, ребята, сейчас. А сейчас... К нему не подойти. К нему не подойти. Так он еще Кирасо покупает, кстати. Да, да там вообще жесть будет. Просто лютая жесть. Без БКБ играет. Ой. Ну, чтобы как-то справиться с этим, всегда можно забрать стопроцентный бонус на первый депозит от Бэтбум. Сделать это можно по промокоду DPC. Регистрируйтесь, плац я на баннер под трансляцией, и получайте бонус. В этой игре, наверное, уже ничего не светит, но на следующую можно залутать. Верно подметил. Действительно, мне кажется, что в этой уже... Я не знаю, что тут вообще должно произойти, чтобы ТСМ как-то просели, или чтобы... Ну, я не знаю, чтобы игра еще затянулась. Вот, а, кстати, тут Кускар у нас попадает просто на дракона. У него есть шанс умереть. Да, агрессы нажимаются. Возможно, еще в рейсфакт, рейсфакт рядом. Нет, как же он переживает это все. Ему там ноль дамеджа. Там просто ноль дамеджа по нему. То есть по нему дамедж не проходит. Всегда вот говоришь ты про ноль дамеджа, а я хотел сказать, что у него слишком много регена. Вот, знаешь, вот как-то на стакан наполовину полон, знаешь, вот все-таки... Вот дамеджа-то достаточно, просто слишком много обхила. Если бы его было достаточно, то он урон бы проходил. Не, он проходит, просто обхилится слишком жестко, слишком жестко. По сотке в секунду и хопериген, это, это я не знаю, это слишком... это больше, чем у алхимика. Покатился, но не закатился немножко до ХГ. Ну и остался тут один почти против всех. Ну, пошли байбэки, но это такая уже агония больше. Брайло летит, да, Кираса? Фейд, хайтед. Поехал опять на ХГ. И еще одного отшлепал. Брайл форсит их надо написать ГГ раньше времени, потому что думал, что два они не выходят и пишут. Их это, ну, пишет, не хочет терпеть это. А, да, какой смысл? Хватит это терпеть, хватит, ребят. Тут было без шансов с момента, когда пришел на линию Эмбер и понял, что ему тут не радует, так скажем. Я считаю, что он сейчас сыграл не как профессор на этой линии, вот, просто вот и все. То есть я не говорю про скилл сейчас. Я могу сказать, что что-то можно сверхъестественное показать. Вот есть у нас в нашем регионе Малорин на Хускаре, есть у нас еще какие-то профессора, которые любят на Хускаре играть в миди. И скажу одно, что до третьего левела этот герой не такой уж и опасный. Можно было прийти с ботлом, потом уже привести ботинок, быть полуресурса, зарефилить ботл себе с помощью уруны и побежать, пропустив одну пачку между Т1 и Т2. И тогда шансы были. Но он не оставил себе ни единого шанса просто из-за того, что он поставил...